снова здравствуйте сегодня давайте сделаем так я отвечу на некоторые накопившиеся вопросы и в принципе я свел их скажем так в такие достаточно распространенные и важные значит 1 у нас там будет по последнему ролику как раз таки то вопрос пришел в общем человек говорит что сомневается что боль бывает при месячных только при трихомонозе только при воспалительном процессе ссылается на то что может быть боль но вследствие ограниченности движения недостатка движения давайте вот этот момент рассмотрим у нас вообще при нехватке движения что бывает с организмом значит смотрите у нас если человек лежит до начинаются пролежни но это чисто механическая проблема сдавливание тканей недостаток кровоснабжения следом идет некроз тканей со всеми вытекающими значит если человек все-таки как-то двигаются доходит на работу с работы на работу у него сидячая дома тоже не особо двигается там что происходит в принципе ну мышцы скажем так они не развиваются они никак у спортсмена да но этого достаточно для выполнения каких-то бытовых вещей значит сердечная мышца точно также она работает практически без нагрузок если только человек не ходит до работы далеко и быстро вот когда человек хотя бы быстро ходит там хоть какая-то тренировкой сердечной мышцы идет если нет значит нет но моторчик работает значит раньше одно время это говорили про это называли гиподинамией в чем чем это может выражаться это может выражаться например такими вещами как легли спать до моторчик у вас не тренированный легли на левый бок и чувствуете давить начинает легли на правый бок все равно давит легли на спину все равно поддавливает сели перестала давить вот пожалуйста нетренированная мышца значит или вдруг энергично идете в горку ну надо вам резко стало куда-то быстро дойти энергично идете в горку все сердце заходится бьется часто появляется одышка это тоже нетренированность собственно все то что какие-то другие последствия но геморрой может возникнуть это в купе с другими причинами просто как застойное явление хотя заметьте профессиональные водители сидят все время на геморрой не у всех то есть там тоже требуется комплекс причин вот все в одной точке должно сойтись для того чтобы это явление появилось значит зато зато при любом вообще давайте вот изначально что такое боль некоторые говорят что боль это сигнал о каких-то повреждениях о том что что-то неправильно работает ничего подобного это опять же миф это глубокое заблуждение боль это сигнал о том что проводятся ремонтные работы все все при какой-то травме в первую очередь ну например глубокий порез рассечение тканей человек чувствует в первую очередь жжение если он например острым предметом порезался он чувствует жжение человек чувствует жжение в первую очередь там может быть видно кость может быть видно связки но он чувствует жжение боль приходит потом когда начинается процесс восстановления он начинается практически сразу же не мгновенно но очень быстро за этим вот тогда приходит боль заметьте обратитесь вот к опыту военных да что у них случается сначала значит фиксируется пулевое ранение да требуется остановить кровь потом человеку куку потом человеку кулют промедол для чего потому что боль приходит потом и человек может погибнуть из-за болевого шока но боль то приходит потом не сразу понятно да вот когда потом начинаются восстановительные работы вот тогда приходит боль то есть боль у нас это сигнал о том что где-то в органе в каком-то в организме в конкретном месте в тканях происходят восстановительные ремонтные работы просьба не мешать все в результате значит этого орган или конечность какая-то часть тела там мышца какая-то они становятся ограниченно работоспособны то есть при любой нагрузке они начинают болеть а если у вас сломана кость то организм вообще чё делает вот вообще как бы одна из один из способов понять вы просто ушиблись или сломали вот например рука да это надо пальцы шевелятся шевелятся все в кулак можете сжать значит у вас кость руки целая если будет сломана вы не сможете сжать руку организм не даст он отключит мощностью мышц для чего потому что мышцы когда напрягаются вот они вот они напрягаются да видно где все вот они могут вызвать смещение костей просто-напросто а смещение костей это уже совсем другой уровень сложности про и это требуется уже вправлять уже не просто так уже трещинкой не отделайтесь просто переломом что достаточно поставить все на место лупки там все это дело примотать то есть домашних условиях по большому счету да можно обойтись всем этим уже не получится все организм предупреждает какие-либо осложнения не дает двигаться поэтому боль говорит о восстановительных процессах все с этим разобрались теперь значит что такое воспалительный процесс воспалительный процесс это берете открываете любой медицинский справочник в крайнем случае в википедию откройте вот воспалительный процесс у нас характерен чем локальное повышение температуры значит местный отек тканей да и покраснение значит почему так происходит температура у нас повышенная говорит о чем вообще что такое почему температура до повышенная что такое горение горение от окисления в данном случае тоже происходит окисление то есть расщепление чего-то окисление идет там вот повышение температуры локальная почему припухлость отек локальные потому что туда интенсивно свозятся в это место стройматериалы оттуда вывозятся соответственно поврежденные ткани происходит эвакуация ненужного там в том числе значит если попала какая-то инфекция оттуда вывозятся трупы значит бактерий трупы микробов трупы лейкоцитов значит эритроциты эвакуируются потерявшие свой заряд чтобы не мешались соответственно туда подвозится все новое новое подводится ну чем водой вывозится она чем водой кровоток это вода соответственно вот в этом месте значит усиленная деятельность организма вот вам припухлость все элементарно покраснение ну то же самое крови там стало больше вот вам покраснение то есть задействованы маг по максимуму даже периферические там капиллярные сосуды понятно да и при этом боль потому что идет восстановительный процесс идет восстановление вот это вот вам воспалительный процесс но причина там либо механическое повреждение тканей либо там значит идет грубо говоря война но как я уже не раз объяснял микроб он не сам по себе вреден да он вреден своей деятельностью то есть либо он что-то грызет там зараза либо он расплавляет наши ткани портит своими токсинами то есть своими испражнениями и это соответственно его необходимо уничтожить все вот она войнушка пошла и требуется восстановление тканей понятно да значит поэтому значит вот говорят что в результате там воспалительных процессов там значит месячные вот если заняться там чем-нибудь активным не буду рекламировать деятельность некоторых кружков платных вот если значит заняться спортом активными движениями особенно значит движение тазом то значит болезненные ощущения пройдут совсем так вот они не пройдут они уменьшатся и и вот мой оппонент значит она сама пишет что полностью то она от таблеток не отказалась а все равно пользуется болеутоляющими когда забывает проделать упражнения перед месячными то есть эти упражнения вопросы не решают вообще никак не решают они облегчают состояние за счет чего за счет опять же за счет того что движение вызывает более активный ток крови в этом месте все поэтому воспалительный процесс он не проявляется не вот в конкретной точке в конкретное время да а причина воспалительного процесса просто напросто интенсивным кровотоком разносится размазывается по всему организму к чему это приведет это приведет к самой простой вещи сейчас у нее все это дело локализовано инфекция локализовано в конкретном месте и достаточно принять определенные меры для того чтобы полечиться значит решить этот вопрос если это все регулярно размазывать по всему организму локальности не будет и однажды это бахнет выстрелит просто напросто ну непредставимым образом это может быть все что угодно это может вылиться в инсульт это может вылиться в инфаркт это может вылиться в любую онкологию причем совершенно любом месте а перед этим там будет просто напросто ряд череда вот такой вот список каких-то болячек просто напросто поэтому не гимнастикой надо заниматься в этих случаях а все-таки лечиться самым конкретным образом и рассказывать что значит вот раньше у меня там трихомоноза не было вот сейчас он у меня есть а вот раньше у меня боли были наверно чего-то другого нет маска трихомоноз это дело такое значит передается он это только скажем так нерадивые врачи только нерадивые врачи которых уже не так много вот они еще в состоянии рассказать что трихомоноз или в основном называют в этом случае трихомонез он передается исключительно половым путем ничего подобного трихомоноз передается воздушно-капельным путем легко и непринужденно то есть его можно поймать и например в транспорте когда кто-то чихает кашляет это запросто трихомона здана живет во влажной среде очень долго значит в сухой среде она живет порядка 40 минут второе трихомоноз передается соответственно через слюну Трихомоноз передаётся точно так же, соответственно, бытовым путём через посуду. Трихомонозник чаю попил, вы после него чашечку помыли, чашечка осталась мокрой. Даже горячей водой вы её можете даже спиртом вымыть. Трихомонадия – это всё монопененциально. Совершенно. Она на спирт не реагирует никак. Это ей вообще ни о чём. После этого вы налили чай себе и с того же краю чаю попили. Всё. Вы уже заполучили себе. Это всё передаётся от родителей детям в основном. Сосочку сначала мамаша сама, потом ребёнку на. Всё. Это передача глистов, это передача трихомонады, это передача вообще всего зоопарка ребёнку. Называется антисептика полная. Вот. Антисанитария, вернее, полная. Вот это вот взять соску и ребёнку дать. Особенно, когда соска упала на пол, особенно, когда живность дома есть. Значит, мамаша берёт сосочку, сама ещё облизала, ребёнку встала. Жаль, очень жаль, что сейчас в школах нет микроскопов, не заставляют ими пользоваться. Тогда любой на занятиях мог бы взять, смыв откуда угодно водичкой, и посмотреть под микроскопом, сколько и какого зверя там присутствует. Значит, дядька Левенгук старался-старался, старался-старался, изобрёл таки, а никто не пользуется. Удивительная безалаберность. Ладно. Итак, если есть болевые ощущения при менструации, значит, есть трихомоноз. В этом случае, как минимум, клюква – это для вас. Вот минимум клюква – это для вас. Вообще, я уже достаточно много на эту тему рассказал. Если вы хотите это всё оспаривать, ради бога, у вас есть впереди вся оставшаяся жизнь, значит, для доказательства того, что я не прав. Доказывайте. Главное, не помрите преждевременно. Значит, так, дальше поехали. Так, цитамины. Цитамины. Замечательная вещь цитамины. Я с ними достаточно хорошо знаком. Значит, что я могу сказать. Цитамин – это, если вот так вот, в общем и целом, это одновременно чертёж, это одновременно стройматериалы. Значит, но, но, это стройматериалы для отделки, ребята. Понятно, да? Не для строительства, не для ремонта, а для отделки. Чем отделочные работы от строительных работ отличаются, наверное, уже любой представляет, потому, что уже практически все сталкивались с таким явлением, как простой ремонт дома, да? Там, вследствие, значит, или это новая квартира, или это старая квартира, но она требует подновления. То есть, переклеить обои – это отделка. Значит, поставить новую перегородку из гипсокартона – это отделочные работы, можно сказать. Зашить патологи гипсокартоном, значит, сменить плитку – это отделочные работы. Но, это не строительные работы, когда, значит, идёт возведение фундамента, возведение, значит, стен, возведение кровли. Вот. Вот там это строительные работы. Поэтому, если у вас, грубо говоря, прохудилась крыша, вот, бесполезно делать натяжной потолок, всё равно провиснет. Водичка накопится и провиснет. Вот. Потом сразу всё и выльется. Поэтому, если у вас из-за подвижки грунтов лопнул фундамент и пошла трещина по стенам, бесполезно эту самую стеночку, значит, старательно эту трещинку штукатурить, или зашивать гипсокартоном, или, значит, пытаться заклеить это всё новыми обоями поверх, там, чего-нибудь там заклеить бинтами или малярной сеткой, значит, эту трещину, а потом заклеивать обоями, всё равно отвалится, порвётся. Всё равно эта дырка, и она будет только увеличиваться. Поэтому, значит, цитамины у нас идут всегда в самом конце. Сначала организм надо привести в норму. То есть, надо сначала устранить причины, которые вызывают негативные последствия, да. Потом, значит, решить сам вопрос по устранению этих негативных последствий. А вот уже в конце, уже тогда требуются цитамины для того, чтобы провести отделочные работы. Вот. Для того, чтобы всё настроить. Вот. При отделочных работах уже можно настраивать систему отопления, систему водоснабжения. Настраивать, не монтировать, а настраивать именно, да. Вот. Вот это тогда всё. Ради бога. Замечательно. Можно ходить, краники у батареи там подкручивать, здесь, чтобы горячее, здесь холоднее было. Ради бога. Но это потом. Когда у вас не готова ещё крыша, да, небо над головой, ходить и регулировать батареи, по-моему, совершенно бессмысленно. Так. Что у нас дальше? Да. Соответственно. Если нужно принимать цитамины для эндокринной системы, не восстанавливая, не запитывая организм йодом, это бесполезная трата денег просто-напросто. И времени. Это самоуспокоение. Вот сами по себе цитамины, там даже для щитовидки, они йода-то не несут. А единственные медики у нас, кто считает, что при проблемах с щитовидкой нельзя пить йод, то это эндокринологи. Вот единственные, кто так считает у нас, это эндокринологи. Значит, все остальные, вот все остальные, всем остальным в мединституте, университете рассказывали, что вследствие нехватки йода возникают проблемы с щитовидной железой. Она пытается, значит, это компенсировать, нехватку йода, значит, тем, что начинает производить больше тиреоидных гормонов. Она это пытается компенсировать. Это просто-напросто компенсаторный метод. А гормонов становится недостаточно. И железа начинает что делать? Расти, чтобы выработать еще больше гормонов. Но так как йода-то от этого не увеличивается, то, соответственно, ничего и в организме не меняется практически. А эндокринологи у нас, значит, на это хозяйство смотрят и говорят, что ой, йод-то вам совсем нельзя, вы от этого умрете. Ну, правильно, в йод в стандартных количествах, вот при увеличенной щитовидке, естественно, нельзя. Вот. Это то же самое больше, блин, дубинкой по голове. Там с микродостом надо начинать-то это все хозяйство. Вот. Опыта международного, в том числе, на который очень любят наши медики ссылаться, вот, выше крыши, вот, абсолютно достаточно. Те же австрийцы с этим хозяйством давным-давно столкнулись, давным-давно уже все решили. Как это делать, значит, еще с 20 века они этим активно пользуются, в том числе пользуют приезжих. Сами вот с такими вот шеями ходили. Сейчас уже меньше. А приезжие, которые там приезжают, начинают жить, а сталкиваются с тем, что почвы йодом крайне, не то что бедны, а там йода в почве вообще нет. Вот. Начинает расти зоб, соответственно, вот местные там медики уже знают, что делать. Надо назначить человеку йод. Вот. Ну, это австрийские эндокринологи. Наши эндокринологи, они, ребята, такие, достаточно крепкие. Вот. У них выводы почему-то прям противоположные и парадоксальные. Если организму этого не хватает, значит, это есть вообще нельзя. Ну, действительно, действительно. Если раньше, значит, рекомендовали при этой болячке ехать на Черное море, в Крым, например, или еще куда, но к морю поближе, потому что там атмосфера йодом насыщенная, то сейчас даже этого не назначают. Все, у тебя щитовидка растет, вот те таблетки, не помогает, вырежем нафиг. Черт твою матери. Ну, это примерно то же самое, что если вот у алкоголика, значит, печень-то растет, да, давайте алкоголику печень тоже вырежем. Вот. Вместо того, чтобы ему прекратить пить, значит, провести детоксикацию этиосульфатом натрия, вот, давайте ему вырежем печень к чертовой матери. Ну, примерно то же самое, логика-то та же самая, значит, такие вот дела, да, значит, так, что у нас дальше, что у нас дальше? Так, угу, ИБС, атеросклероз, инфаркт, значит, вот смотрите, там вообще все достаточно просто, ну, 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 просто и элементарно. Значит, смотрите, есть липидопротеины низкой плотности, есть липидопротеины очень низкой плотности. Медики их старательно путают, потом, значит, чтобы не путаться, вообще стараются не произносить этих названий, все сводится просто к холестерину. Холестерин плохой и просто холестерин. Так как не говорится, что холестерин есть плохой и есть хороший, значит, он становится, соответственно, плохой и, видимо, очень плохой, да. Поэтому медики говорят, что холестерин, это вообще плохо, это вообще вредно, он откладывается в сосудах. Я, честно говоря, вот не понимаю, что у них делается в голове, какая каша там должна существовать, чтобы такие вещи говорить. Что вот вы, допустим, покушали жирную свининку, да, и у вас вот этот вот жир, который там, сало, который вы скушали, он вас взял и отложился, значит, в сосудах. Особенно учитывая, что у нас вообще все, что всасывается в организме, оно вообще все водорастворимо, как бы в первую очередь. Вот. Поэтому никакой жир там вот просто так, значит, он по кровотоку-то, как сказать, не плавает. Вот. Там, кусками, я не знаю, еще как-то. Совершенно. И точно так же он не откладывается, значит, под кожей. У нас это все, это вот любое сало, да, это жирные кислоты. Оно все, значит, сначала обрабатывается у нас где? В желудке. Потом, значит, я уже сколько раз рассказывал, значит, жиры у нас попадают в 12-перстную кишку, где происходит обработка их желчью. Желчь у нас чего это? Щелочь. Теперь, значит, вспомните просто-напросто, как делали мыло раньше. Это брали жир, значит, смешивали его, нагревали, смешивали с щелоком. Ну, та же самая щелочь. Это нагретая зола, причем замоченная в воде. Все это хозяйство варили, нагревали, и получалось мыло. Вонючее, конечно, но мыло. И в этом случае получалось, что жир становился водорастворимым. Вот то же самое делает у нас организм. Он делает жир водорастворимым, чтобы тот мог всасываться. Просто-напросто. А там он уже синтезирует из жирных кислот уже непосредственно, что ему надо. Поэтому свиной, я не знаю, говяжий или куриный жир, или рыбий жир, он под кожей-то никак не откладывается. А то, представляете, селедки-то вы наелись. Кто у нас особенно рыбу-то любит? Северные эти народы, да, они исключительно рыбой питаются. А вот, витамины оттуда, значит, берут из свежей кровушки. Ну, и чего теперь? То есть, у них под кожей, значит, что там, рыбий жир откладывается, что ли? Ну, нет же. Глупости же это все. Там все расщепляется до элементарного, до аминокислот, значит, до жирных кислот. А из этого организм уже синтезирует там внутри себя все, что ему требуется. Так вот, из, скажем так, хорошего холестерина у нас состоят мембраны клеточные. То есть, чем мембрана отличается просто от пленки? Ай, мне говорят, вот ты на стройке поработал, поэтому ты все теперь сравниваешь со стройкой. Да нет, ребят, потому что у нас именно строительные работы и процессы в организме, они наиболее похожи. Потому что и там строительство, и здесь строительство. И, скажем так, одно и второе, они подобные процессы-то. Ну, вот смотрите, та же самая мембрана. Да, она в природе, мембрана везде мембрана. Даже на стройке это все равно мембрана. То есть, это та же самая пленка, но с дырочками, с маленькими. То есть, в строительной мембране там воздух через эти дырочки проходит, а поры воды, значит, молекула воды уже не проходит. Понимаете, да? Точно так же вот в клеточной мембране. Там водичка, наоборот, должна проходить. Вот маленькая капелька воды элементарная, которая несет в себе растворенные полезные вещества. Вот она продавливается. Там, кроме всего прочего, еще и присутствует давление, присутствуют осматические явления. Значит, вот она в клетку продавливается туда. Все, она попадает. Что будет, если эта мембрана будет сделана из, например, из маргарина, как у нас организм. Некоторые кушают маргарин вместо масла почему-то, потому что в масле холестерин. Да? Вот. Так вот, если, например, из маргарина эта мембрана будет, она, это будет не мембрана, это будет просто пленка. Там дырочек не будет. Все. Все. Если целиком, значит, мембрана на клетке из маргарина, из жиров из маргарина, то эта клетка просто-напросто помрет с голоду. Элементарно. Если частично, ну, значит, она будет не доедать. Понятно, да? А из плохого холестерина, так это вообще ничего построено не может быть, потому что плохой холестерин это у нас, грубо говоря, экскременты трихомонады. Ну, вот она этим гадит. Вот, да, механизм очень простой. Вот она где-то поселилась, значит, там, где ей больше все нравится, да? Она выделяет ему массу ферментов различных, которыми, например, в состоянии приклеиться к стенке сосуда. А ей замечательно, например, где? В артериальной крови ей просто прекрасно. Почему? Масса питательных веществ. Значит, соответственно, у нас кровушка-то замечательная артериальная-то где? Там, где она идет к сердцу, да? Вот, после легких, насыщенная кислородом, она к сердцу идет. Там, в трихомонаде, вообще замечательно. Почему? Скорость течения очень высокая. Лейкоциты пролетают мимо, как фанера над Парижем. С эритроцитами, значит, на паре. Масса питательных веществ. А трихомонада там приклеивается к стеночке и сидит довольная. И гадит здесь же. И вот этими вот своим дерьмом, которое прилипает тут же на стенки сосудов, прилипает, 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 прилипает. Это же не мгновенно происходит. Это длится годами, десятилетиями зачастую. И вот оно постепенно замазывается. Вот как пластилином или замазкой оно замазывается просто-напросто сосудик изнутри. А сосуд у нас тоже, если под микроскопом посмотреть, это тоже вот он, как сетка. Вот та же самая мембрана, чтобы сквозь сосуд, значит, питательные вещества могли проходить в соседние ткани. Понятно, да? Это любой сосуд у нас такой. Вот. И вот эту сеточку замазывает, замазывает ячейки в сеточке. Все. И уже ничего не проходит. И уже ткани самого сосуда уже даже питания не получают. Они же тоже требуют чем-то питаться, да? Вот. Там мышцы, опять же, вот сам сосуд, соединительная ткань. С наружной стороны там, значит, гладкие мышцы присутствуют. Для чего? Для того, чтобы сосуд имел возможность увеличивать, уменьшать, значит, просвет сечения. Вот. Свой просвет. Ну, там, для собственных механизмов. Вот. А это все хозяйство все замазали. И ткани отмирают. Происходит некроз тканей. Потом при повышении давления, это же плохой холестерин, это замазка, она же нагрузку-то не держит, в отличие от соединительной ткани. Происходит разрыв. Если это случилось у миокарды. Инфаркт миокарда. Все. Получи, распишись. Это же элементарно, Ватсон. Это только врачи, значит, вот бегают с этим ЭБСом, да. Больных пугают, значит, заставляют их сидеть на ядовитых препаратах. Вот того же бедного Ельцина, ему взяли, значит, провели аортокоронарное шунтирование. Засунули туда ершик, в аорту, значит, и механически, механически вот эти все отложения счищали. Понимаете, да? Вместо того, чтобы взять, там, я не знаю, других способов-то достаточно хватает. Вот, та же самая чесночная настойка, чесночно-перцовая. Вот она же растворяет все эти отложения. Прекрасным образом, потихонечку, не спеша, если по капельке, правильно делать. Вот, все растворяется, восстанавливается, запитка тканей, и все восстанавливается, и ЭБСа нет, и... Ну, это уже, там, другие видео у меня есть, это уже будете смотреть, поймете. Вот, то есть, для профилактики этого всего, что у нас требуется? Опять же, клюкву у нас требуется, да? А для этого у нас требуется все-таки чеснок в рационе использовать. Вот, ну, вот, как минимум для профилактики. Вот, ну, а если уж диагноз поставили, ну, опять же, надо все-таки лечиться, и достаточно конкретным образом. Вот, при этом, достаточно простых и безопасных способов, в общем-то, хватает. Еще раз говорю, чесночно-перцовая настойка, ради бога. Вот, ролик про гипертонию у меня есть. Так, ссылочка вот тут вот должна появиться, вот я сейчас... Вот тут вот ссылочка должна быть. Ролик, значит, про гипертонию. Вот там рассказывается, как делается настойка. В крайнем случае, у меня вот там вот внизу под роликом тоже есть ссылки. На мою группу ВКонтакте, на закрытую группу ВКонтакте, на живой журнал. Вот, там это все тоже, все рецепты выкладываются. Ради бога, пользуйтесь. Некоторые особо ярые представители медицины, конечно, ругаются. Вот, на это все требуют клинических доказательств того, что чеснок у нас, на самом деле, полезен, а то и хотя бы безвреден. Ну, вот такие ребята. Водку они, значит, не запрещают к употреблению. Да, чеснок, значит, в борще не запрещают к употреблению. А вот чесночную настойку, понимаете ли, уже нельзя. Наверное, слишком интенсивно у них пациенты выздоравливают. Боятся без работы остаться. Так, что у нас дальше? Дальше у нас, ага, очень интересный момент. Один из читателей, значит, мне написал такую очень интересную вещь. Значит, о том, что в результате стресса человек сильно похудел. Для того, чтобы восстановить, как бы, массу, он начал употреблять, как он написал, 40-50 грамм соленого свиного сала каждый день с хлебом. Время обеда. Так вот, смотрите, это, опять же, значит, распространенный миф, что от сала или свинины можно растолстеть. Ничего подобного. Это как раз-таки рецепт для похудения. Вот нашим дамам следует обратить, дамам, которые, значит, страдают от излишка объема, значит, конечно, хорошего человека должно быть много, но при этом он все-таки должен входить в стандартные двери. Добро не должно задавливать массой. Я так считаю. Так вот, значит, для похудения как раз-таки требуется каждый день употреблять, ну, грамм 50-70 свиного сала. Ну, ну, 60 вот в среднем возьмите, 60 грамм свиного сала каждый день. У вас как раз-таки это вызовет процессы вывода депонированных токсинов в жировой ткани. Там что происходит, я уже не один раз рассказывал, ну, давайте еще раз повторюсь. Значит, механизм-то у нас вообще какой? Вместе с желчью у нас сбрасываются жирорастворимые токсины. Печень сбрасывает жирорастворимые токсины. Соответственно, если желчь не востребована, то жирорастворимые токсины вместе с ней не сбрасываются. А так как она, печень-то бишь, их нафильтровала из крови, куда-то их надо девать. И эта печень начинает эти токсины сбрасывать, значит, там включается механизм определенный. И вот это вот хозяйство начинает сбрасываться в подкожную клетчатку. Мало того, значит, происходит вообще что. У женщин, значит, это все откладывается в первую очередь на бедрах, значит, на попе и низ живота. У мужчин это хозяйство откладывается, значит, изнутри, вот ближе на мышечном корсете, который за брюшной стенкой, за кишечником. Значит, там вот у нас позвоночник и ребра, вот на этом вот изнутри начинает нарастать жировая масса. Вроде на животе жира не так много, а вот кишечник, органы вперед почему-то выпирают. Почему они выпирают? Так вот этот вот жирок изнутри, вот он поддавливает. Вот в чем дело. Это бывает, конечно, скажем так, склонность к этому врожденная, там разные типы строения. Кто-то худой изначально, кто-то изначально плотный. Это по-разному у всех индивидуально. Но закономерность везде одна. То есть вот это хозяйство, оно накапливается у женщин в этих местах, у мужчин вот в этих местах. Соответственно, для того, чтобы начать это выводить, требуется сделать что? Чтобы желчь у нас была востребована и начала выходить. Плюс ко всему, стимулирует расщепление отложенных жиров еще большое количество воды. То есть надо пить водичку. Некоторые, не меняя рационное питание, сделая строго наоборот, чем они занимаются. Насмотревшись, наслушавшись, значит, про вегетарианцев, они переходят исключительно на овощные диеты. Жирную свинину, значит, перестают кушать. Они переходят строго там на говядинку, кто-то и вообще мясо исключает. На овощи переходят. Молодцы, здоровая пища, все правильно, но только вместе с мясом. Начинают активно заниматься спортом, молодцы. При этом воды, значит, много, опять же, не пьют. Типа зачем? Типа у нас вода должна пойти при расщеплении жира. Молодцы. Только не забывая, что эта водичка, она будет насыщена токсинами. И проходить она будет, опять же, через почки. В результате, значит, самые активные умудряются еще и почки посадить себе. Они вроде начинают достигать определенных результатов поначалу. Но как только, значит, забьют себе печень, забивают себе почки, им становится нехорошо, и они, значит, на полпути все это дело прекращают. Потом, соответственно, так как рациона в нужную сторону они не меняли, их снова, значит, брум, они становятся еще шире. После чего люди говорят, любые диеты – это зло. Правильно, любая диета – это зло. Надо менять нормальный рацион питания в сторону правильного, в сторону нормального. Должны присутствовать животные жиры в разумных количествах. Я уже сказал, свиного сала – это 50-70 грамм. Сливочное масло. Никто вам не мешает с утречка намазать бутерброд. Но при этом никто не говорит, что этот бутерброд должен быть обязательно на белой булочке. К примеру, маслица вы себе можете и в кашку положить, ради бога. Так хотите похудеть, значит, а снижаете себе углеводное, ну, и при этом переходят на овсянку. Овсянка у нас всасывается практически на 100%. Это те же самые углеводы. Но, ребята, ну... Такие ведь вещи удивительные делают. Зелень – много, очень хорошо. Фрукты – это замечательно. Много воды пить – прекрасно. Много, значит, движения. Великолепно. Ну, вы добавьте к этому хозяйству жирную свининку. Значит, вы замените себе вот эту овсянку тем же овсяным, но толокном. Там немножко другое уже приготовление. И там вот эти углеводы, они никуда не откладываются. Там, в принципе, у них структура другая, вообще уникальная. Вот. Тогда получите результат-то. Водички побольше надо пить для того, чтобы почки-то не забивались. Вот этой вот загрязненной водой. А вообще показатель, значит, того, что вы пьете воды достаточно, очень простой. Моча у вас должна быть бесцветная. Если она темная, это очень мало пьете. Если она желтая, это вы просто мало пьете. Вот она у вас должна быть бесцветная. Вот это будет говорить о том, что вы воды пьете, ну, в принципе, нормально. Так, в принципе, нормально. Но вот на грани, вот, нижний предел нормального, нижний предел. Верхний предел нормального, это когда еще и запаха нет. То есть, просто вода водой. Что, вот, в стакан налить, на просвет, на запах, вода водой. Чтобы там, вдруг, куда пошли, вам сказали, значит, надо вот анализ сдать, мочу на анализ. Вот вы пришли, чтобы туда, значит, им налили в пробирку, а вам бы сказали, уважаемый, вы нам дистиллированную воду-то зачем принесли? Вас просили помочиться. Вот это будет говорить о том, что вы пьете замечательно. Вот в этой моче у вас там ничего не найдут. Потому что почки у вас будут здоровые. Понятно? Вот так вот. Так, что еще у нас? В принципе, об этом немножко рассказал. Ну, вот, собственно, все. Вот, собственно, все, что я сегодня хотел сказать. Спасибо. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok